всем привет сегодня у нас пятница час дня и у нас прямой эфир сегодня у нас такая тема вообще трогательная насть сейчас секундочку что нифига он все равно не включает ждем всех присоединения и у нас такая трогательная но прежде чем начать рассказывать о нашей теме в двух минут в двух словах расскажу напомню наши ватса про ссылки да кто хочет чтобы рядом был турагент сейчас это будет напрямую перекликаться вместе с нашей сегодняшней темой по поводу рядом турагента добавляйтесь нашего отца про ссылку будьте на связи с нами для этого отправьте нам сообщение с номером телефона ну каким-то образом свяжитесь с нами можете в принципе позвонить и мы обязательно вас добавим каждый день вы получаете позитивные красивые картинки с какими самыми выгодными предложениями даст самыми открыт ну с новыми открывшимися на направлениями и так далее и тому подобное это очень удобно потому что формируется позитивное мышление формируется желание жить немного немало вот ну и напомню в двух словах у нас есть youtube канал на котором все прямые эфиры можете посмотреть можете посмотреть интересно обучающие видео различного характера в том числе для тех кто только начнет путешествовать чтобы не бояться путешествовать что нужно делать как добраться до нашего ростовского аэропорта и так далее и тому подобное таким образом найти наш youtube канал нужно просто зайти на наш сайт путевка 161 точка ру и на наш с нашего сайта внизу перейти вниз и нажать на кнопочку youtube канала вот ну и сегодняшняя тема нашего прямого эфира быстро хочу рассказать двух слов с двух словах не пойму что там так шумит олеся ничего что у нас прямой эфир олесь вот как-то знаете странно я хочу с вами пообщаться тут начинается доказательство это в офисе сейчас мы уберем вот смотрите что я хочу рассказать вам по поводу комиссии турагентов начался очень серьезный разговор этот пришла в голову мне эта мысль потому что очень много легенд ходит вокруг комиссии турагентов очень много всякого знаете такого непонятного за что собственно говоря получают комиссии турагенты и так далее и тому подобное вот хочу с вами этот вопрос обсудить если будут вопросы по теме сейчас сразу же буду отвечать если вопросы будут у нас по мне по теме я в конце обязательно на них отвечу и так комиссия турагентов для чего она сколько получается и почему турагенты получают эту комиссию значит смотрите в принципе каждый человек да может открыть сайты туроператоров ну если ему хочется в это вникать и смотреть себе цены сам вот из этой цены которые туроператор вам выставляют на сайтах турагент за помощь в подборе тура оформлении документов и еще во многом другом вот сейчас будем об этом говорить он получает комиссию сколько стандартная комиссия турагента смотрите если прайс просто обыкновенный не промо никакой то это обычно 10 процентов 10 процентов комиссия опять же нужно внимательно смотреть потому что комиссия может быть только с пакетного тура может быть только с наземного обслуживания может быть только с проживания вот здесь вот тоже как бы чтобы вы понимали сейчас то есть ну допустим тур у нас стоит 60000 рублей да без всяких сборов 6000 грубо говоря это стандартная комиссия турагента очень часто сейчас туроператоры делают так называемый промо прайс где максимальная комиссия турагента это 7 процентов то есть вы можете сами взять и посчитать сколько это денег и посмотреть нужна ли вам помощь за эти деньги сейчас очень много очень часто такие вот вчера у меня была ситуация сейчас они расскажу и из-за этого я собственно говоря решил этот вопрос поднять то есть если вам жалко этих денег вы можете в принципе выйти на сайт туроператора сами забронироваться сами испортить себе отдых и сами за него полностью нести ответственность можете обратиться у вас так как бы два выбора выбор такой либо туда либо обратиться к профессиональному агенту здесь вот нужно понимать что такое профессиональный турагент в общем то опыт работы в туризме это не самое главное да опыт работы много дает здесь нужно смотреть на профессионализм турагента в плане того насколько он любит свою работу насколько он вникает насколько он а будь обучается много ну и так далее там в принципе как в любой другой работе да что же вам может помочь в данном случае посоветовать турагенту сейчас я хочу рассказать вчерашнюю мою ситуацию позвонила мне девочка от нашей туристки и сказала помогите пожалуйста вот у меня я не очень опытный турист а вот вторая она опытная туристка у нее есть свой агент но она никак не может выбрать себе тур мы хотим вот недорого и вот так вот и там в этой стране мы не были конкретно разговор шел а раз арабских эмиратах значит смотрите я значит открываю на дату которую там она нам подходит и говорю ну вот в эту дату летит самолет вот смотрите что в принципе по арабским эмиратам нужно сказать что вот здесь у вас отдых будет такой она мне говорит вторая уже подруга звонит и говорит я хочу там на море лежать закрыв я говорю извините в декабре на море вы в арабских эмиратах не полежите море будет достаточно холодное в лучшем случае это позагорать и нырнуть в водичку выйти и так далее вот да сказала наудина да давайте вместе посмотрим погоду вы увидите в общем то вот работа агента да проконсультировать ну и смотрите отель нам здесь не нужно брать потому что вот прибрежная зона там вот так и так а вот здесь вот если вы вот здесь будет вот так и вам будет не скучно вас будет что посмотреть почему так много и так часто я получаю благодарности от своих туристов потому что иногда знаете люди не знаю информации ну они откуда это могут знать им не нужно в принципе по всей жизни обращаются когда к профессионалу и вот здесь вот нужно сказать что а вот здесь вот вы как вы будете то делать как вы будете то делать как вы будете это делать а нет смысла покупать сейчас дорогой здесь отель потому что вы не сможете там купаться в море например на первая линия нам зачем или допустим вот как вчера у меня ситуация и море теплое но тогда нужно брать его с другой стороны и там полуострова и так далее и тому подобное вот ну и выслушали они меня значит и пропали я уже к вечеру перезвоню говорили ну что там забронить да вот та подруга забронировала своего турагента который я изначально продавал тур в два раза дороже совершенно без консультации совершенно ну как бы вот послушав и так на обум лазере там первая линия там штат такой-то там да вот она и там этот туртиль а вот такую консультацию как я и естественно никто не замечательно но она предложила ей скидку ну замечательно но человек как бы себя не ценит ну отлично да из комиссии своей турагент тот отдал свою комиссию потому что ему не жалко он же не работал он собственно говоря непонятно чем занимался почему я говорю почему изначально ваш турагент не проконсультировал правильно туриста не рассказал что вот так и так вот собственно говоря работа в чем заключается турагента вы можете сэкономить опять же вот они сейчас купили этот тур там ради бога но я больше таких людей не консультирую я сразу предупреждаю если вам жалко комиссии на турагента ну извините вам тогда нужно таких турагентов которые либо не опытные либо не знаете как это сказать нечестные нечисто вот сейчас у меня такое впечатление складывается что тот турагент просто хотел продать тур нажиться на них и и все но я заинтересована именно в том чтобы люди ну например я чтобы люди отдохнули хорошо я говорю хорошо вы купили тур со скидкой я вас поздравляю замечательно а теперь как сэкономить в стране деньги номер два вот здесь вот вот здесь лично я очень много консультирую людей в плане того что ну вот допустим они там тысячу рублей они сэкономили да или там ну сколько там скидка я не знаю тысячу рублей вот поверьте мне профессиональный турагент вам поможет пять тысяч как минимум сэкономить в стране если он очень если вы с ним продумаете там то то это и так далее и тому подобное просто если вы у меня эти люди не от наших туристов пришли с улицы я бы наверное бы так много сразу не рассказала не консультирована мне не жалко но не до консультировал потому что как бы да вот мы решили вот так и так и так а дальше а дальше я им не рассказала как сэкономить в самой стране то есть сэкономив 1000 рублей здесь они потеряют в десять раз больше там вот почему комиссия турагента это в общем-то копейки знаете нам один нотариус сказал я бы за какие деньги даже не работал ничего не могу плохого сказать про нотариуса у меня работа тоже зверская я недавно окунулась в это увидела своими глазами но просто я вам хочу объяснить что люди которые ищут себе выгоду вот сейчас здесь моментально они не понимают сколько денег они теряют в итоге всего ладно они не ценят свое время и не жалко они там ну там допустим им не жалко они там ищут эти отели они там в любом случае они не видят то что видит профессиональный агент то что он знает он знаете что такое профессионал да вот этот анекдот который когда человек остался без яиц это вот прям в точку прям именно в любой сфере и в нашей тоже вот потеря это потеря времени сил денег она неизбежна если человек не доверяет своему турагенту он купил тур это потеря в пространстве это ну вот купил тур и нет у него вот этой вот опоры такой сильной как его личный турагент которому он доверяет который всегда ради него найдет варианты подскажет что-то и в итоге человек в стране то есть ну по факту до вчера предлагали девочкам тур за 80 тысяч я инска вот за 54 летите и рассказала что она вот эти оставшиеся деньги они там смогут где потратить что как вот и еще помимо этого они значит от этих 54 сэкономили там тысячу или полторы но если бы я им рассказала еще ну там какие агентства обратиться кому обратиться они бы не теряли времени зря как они это будут сейчас делать да они бы не не ходили бы там но немножко такие потерянные время деньги зря их там кто-нибудь поймает давайте так по нашему скажу причешут эти деньги же они там же заберут только в десять раз больше вот а когда у вас под боком турагент профессиональный который вам подскажет ага вот так а еще знаете часто бывают у меня люди в стране когда находятся они мне тоже пишут таня вот так вот таня вот так вот я тоже консультирую рассказываю показываю и каждый из наших девочек тоже самое делает понимаете вот здесь вот задумайтесь очень крепко когда вам предлагают тур со скидкой что для вас этот человек будет делать надежный ли этот человек от возьмет ли он телефон в три часа ночи если вам это понадобится ситуации бывают разные комиссия вот это турагентство она настолько мизерно за тот риск который мы берем на себя отправляя вас в путешествие вы просто не представляете ну как каждый нормальный человек представляет что в путешествие может произойти вот это вот это вот это мы не думаем о плохом у нас все хорошо но ситуации бывают разные и когда у вас рядом надежный турагент который в любое время суток возьмет телефон любое время суток побежит вас вытаскивать из любой дыры жопы это стоит их денег тех копеек которые вы за это платить если честно вот я сейчас стала сильно задумываться что такая ответственность огромная знать у меня вот обратилась женщина круиз подберите мне круиз но я знаю что она будет искать со скидкой глюну если вышите со скидкой щите не ко мне этот вопрос круиз это просто такая ответственность огромная в принципе и перелет проживание это всегда любая ответственность и как вы покушали и как вы отдохнули и не заболели ли вы и не извините сидите на унитазе вы весь свой отпуск это тоже работа турагента понимаете а круиз это еще помимо этого нужно обязательно человеку объяснять какие там карты как работают как это как это вообще все происходит а какие экскурсии нужно будет купить а не дай бог что-то случится с лайнером вернуть деньги вот кстати еще такие ситуации когда туристы не смогли по каким-то причинам поехать в отпуск или полететь то же самое если у вас профессиональный турагент он будет вам помогать изо всех сил эти деньги вернуть у нас таких случаев уже было несколько когда нам приходилось человеку помогать именно так оформлять документы чтобы он смог эти деньги получить обратно хотя в любом другом ситуации мы бы сказали нет до свидания вот здесь тоже понимаете то есть это можно сказать что это ваша вообще вот вот эта скидка даму которую вы просите у людей и там она допустим вам чек дает на эту скидку он не будет вам помогать в любой другой в любой ситуации не будет никто бесплатно работать не будет вот поэтому делайте для себя выводы что для вас важнее хорошее путешествие надежный профессионал рядом вот каждый миг жизни очень ценен и вот так вот просто пускать на самотек такие серьезные миги как что-то поехать посмотреть увидеть получить удовольствие но нельзя это знаете это как прийти ну я уже говорила к плохому стоматологу да сегодня вам сделали завтра вы остались без зубов здесь тоже самое сегодня вам неправильно сделали завтра вы остались без хороших впечатлений завтра вы остались без ценность без ценно каких-то там мгновений в жизни то же самое сейчас вот у меня тоже позвонила женщина и говорит вот в праге отель ну она мне называет дату то есть я понимаю что человек уже искал то дату в праге отель праге один ваше предложение я говорю очень хорошо вы вообще уже мониторили вам искали подбирали туры да подбирали искали какие предложения вы от меня ждете я вот мониторю подешевле ну ищите подешевле я делаю каким образом открываю в сектор операторов да смотрю рассказываю там знаете рассказываю все зависит цена от принимающей стороны от отеля от питания в отеле от трансфера есть трансфер нету от того какие экскурсии будут проходить и так далее ну это понятно да нет но я сейчас рассказываю людям как будто бы они еще не путешествуют есть такие вот и здесь понимаете вот она сейчас ищет подешевле сейчас она найдет подешевле там допустим тур будет без трансфера к примеру да или там тур будет без экскурсии или экскурсовод на экскурсии будет такой как вот у нас рассказывали наш друзья и как то рассказывал им они запомнили все экскурсии два слова вот вот здесь вот такая знаете то есть разница там тысячи две пятьсот рублей я не знаю но если рядом с вами профессионал он вам подскажет где это будет лучше может быть с вами выберите вариант где будет лучше то есть расскажет здесь будет так но вы же это понимаете это в принципе в любой сфере не только в туризме если вам сказали вот в этом ресторане лучше у нас такой был случай кстати в праге когда нам посоветовали одну мы пошли люди уже там на входе нас поймали сказали не ходите мы вчера вот ходили вот там вот и цены лучшие и качество питания лучше ну к примеру да даже вот такие вещи мы подсказываем искать нужно не тур искать нужно турагента также вот вы можете с турагентом со своим повернуть и ну как вот мы и мы поворачиваем экран к туристам они видят цену мы не обманывая ни на копейку то есть нашли турагента как ему можно доверять до посмотреть где он бывает как он бывает сколько лет он в туризме как он относится к людям поворачивает ли он к вам экран будет ли он на вас наживаться на ноте не знаю как вот я повернула экран человеку показала вместе с ним порассуждала просит скидку да делаем скидки для своих делаем делаем да ну бывает такое что если комиссия совсем маленькая ну вот комиссия такая сколько денег ты хочешь с моей комиссии давай будем торговаться ну вот такое вот вот я желаю всем найти своего профессионального турагента который будет вам помогать в жизни помогать в путешествиях делать вашу жизнь лучше и за дня в день это собственно говоря наше основное назначение вот у нас назначение такое делать повседневную жизнь людей как можно лучше и всем каждому желаю найти своего турагента пожалуйста звоните пишите вот николай мне пишет спасибо николай за хорошие слова но вы это кстати стали по-другому искать турагентов но в общем найти именно своего турагента экономить не там экономить надо не на своих впечатлениях экономить надо на не знаете неразумно потраченных деньгах данном случае профессионализм стоит тех денег которые турагенты берут есть у вас хорошо нету пишите звоните мы с удовольствием берем в нашу группу к нам вот желаю всем процветания счастья здоровья удачи пишите к нам в отца про ссылку добавляйтесь смотрите нас на youtube канале с вами была татьяна капитан путевка в жизнь и весь наш коллектив вот сейчас тишина и покой люблю вас целую пока не изменяли честно изменяли изменяли я знаю всего хорошего